Представьте себе ситуацию, лето, жарко, вы идете по улице и просто ощущаете, как тональная основа начинает стекать с вашего лица. Я уверена, что все мы сталкивались с этой проблемой, потому что реально в летнее время очень тяжело удержать анальную основу на лице. Сегодня я покажу вам технику макияжа, которая максимально натурально выглядит на лице, но при этом у нее еще и железобетонная стойкость. Я сама много раз уже тестировала эту технику и вот я вам серьезно говорю, были случаи, когда я полдня проводила под палящим солнцем, потом приезжала домой, еще уваливалась лицом в подушку, пару часов могла поваляться поспать. Вечером мы еще ехали на шашлыки с друзьями и в конце вечера я подходила к зеркалу, чтобы смыть макияж и поражалась просто тому, что лицо мое выглядит абсолютно точно так же, как и в начале дня. Этот способ идеально просто подходит на лето, на жиру и так как сейчас еще и сезон отпусков, мало того, что у нас в родных городах очень жарко, так еще зачастую мы выбираем какие-то путевки, где еще более палящее солнце. Поэтому я вам советую мотать на ус, потому что если вы эту технику отработаете, 100% потом будете говорить мне спасибо. И если вы рассматриваете альтернативу пляжному отдыху и возможно думаете, куда бы поехать в Германию, я вам хочу порекомендовать сайт путеводитель по Баварии. Там можно найти максимально много полезной информации и на основе только этого сайта можно уже построить какие-то интересные маршруты по Баварии и ее столице Мюнхену. Как видите, на сайте все очень удобно разделено на категории. Можно посмотреть туры в Мюнхен, экскурсии, достопримечательности, отели, рестораны, даже шоппинг, транспорт, недвижимость и прочую полезную информацию. Каждая статья содержит массу полезной информации с множеством фото и полезными ссылками. Продолжение следует... Для этого трюка вам понадобится любая термальная или минеральная вода, а также минеральная пудра. Я использую анали, но вы можете использовать что угодно. Главное, чтобы это была именно минеральная пудра, а не обычная рассыпчатая, рисовая или еще какая-то. Первым делом я наливаю немного термальной воды. Далее насыпаю пудру. Может показаться, что я насыпала очень много, но это не так. Расход пудры с этой техникой, конечно, увеличивается, но не сильно. Теперь беру плоскую кисть и начинаю все перемешивать до однородной консистенции. Не советую перемешивать чем-то другим, особенно шпателем. Плоской кистью это делать удобнее всего. На вид все это должно напоминать чашку с недопитым латте, но ни в коем случае не стали густым и превратиться в кашу. Перед тем, как наносить это на лицо, важна информация для тех, у кого сухая кожа, или даже не то чтобы сухая кожа, а есть вот это ощущение сухости и стянутости кожи. Термальная вода, к сожалению, может усиливать это чувство стянутости. Если вы прям постоянно ощущаете вот эту вот сухость и стянутость кожи, перед тем, как использоваться этим методом, нанесите какой-то питательный крем на лицо. Дайте ему время, чтобы он впитался полностью, то есть не наносите его прям перед, а нанесите, дайте ему время, чтобы он впитался, и дальше уже наносите эту смесь. Если же у вас нормальная комбинированная или жирная кожа, то здесь вам абсолютно не о чем заботиться, этот способ как раз-таки, мне кажется, в первую очередь для вас. Эту смесь я начинаю наносить на все лицо той же плоской кистью, которой мы делали этот замес, и в основном нужно в первую очередь сосредоточиться на тех зонах, которые самые проблемные. У меня, например, это вот эта вот зона, там где у меня больше красноты, и также вокруг носа, так как мне нужно скрыть расширенные поры. Хорошо прорабатывайте вот эти проблемные участки, сосредотачивайтесь на них, чтобы точно средство было туда нанесено, ну а потом растушевывайте уже на остальном лице. И здесь, кстати, на этом этапе абсолютно не важно, насколько вы это делаете аккуратно, главное действительно пройтись просто по всему лицу, чтобы не упустить какие-то зоны. И вот, собственно, и все, теперь нужно дождаться, когда это все высохнет на лице, и нужно дождаться именно полного высыхания. Могут появиться пятна, полосы, неровности тона, но пока мы на них не обращаем абсолютно никакого внимания, ждем. Лицо у меня полностью высохло, то есть тактильно я не ощущаю абсолютно никакой влаги, самое время заканчивать этот макияж. Как вы видите, все высохло немножко пятнами, вот здесь вот особенно это хорошо видно. Какой же теперь наш следующий шаг? Я беру минеральную пудру, у меня это Анали, оттенок у меня Neutral Medium, и конкретно это матирующая серия, как раз для лета это просто идеальная вещь. Я насыпаю немножко пудры в крышечку, беру кисть кабуки, обычную сухую кисть кабуки, набираю эту пудру вращающими движениями. Пару раз вот так вот постукиваю для того, чтобы пудра при нанесении не разлеталась в разные стороны, а оставалась на кисти и равномерно наносилась. И как только я вот так вот прохожусь по лицу, чувство стянутости у меня полностью пропадает, потому что я как будто разбиваю вот эту вот созданную пленку из термальной воды на своем лице, и вот абсолютно комфортное чувствую сейчас. И я вот сейчас смотрю на себя в зеркало, мне очень нравится результат, который получился. В первую очередь, конечно, у меня выровнялся тон, у меня нет каких-то сейчас красных пятен на лице. Также очень хорошо этот метод работает с порами, то есть поры реально сглаживаются, заполняются. Ну что ж, мне осталось только закончить макияж, сейчас я это сделаю, и мы с вами уже подведем итоги. Ну что ж, давайте определим, кому этот способ больше всего подойдет. В первую очередь, конечно же, тем, кому нужна просто невероятная стойкость в жару под палящим солнцем. Однако, учитывайте сразу тот факт, что в любом случае, когда вы пользуетесь минеральными продуктами, у них не будет сумасшедшего покрытия. То есть этот способ идеально подходит для тех, кому нужно выровнять тон, поработать немножко с текстурой лица, то есть заполнить поры, немножко сгладить текстуру лица. Но в то же время, если у вас на лице есть серьезные недостатки, такие как акне, естественно, не будет настолько плотного покрытия, чтобы все это перекрыть. И если у вас есть кое-где какие-то недостатки, которые не перекрывают пудра, потом с ними можно отдельно поработать еще консилером. Также, если у вас очень сухая кожа, вы прям постоянно чувствуете вот это чувство стянутости, возможно, этот способ тоже вам не очень подойдет. Что же касается жирной, такой вот пористой кожи, возможно, даже с куперозом, сосудистой сеточкой, то для вас этот способ, наверное, один из самых лучших, особенно вот в такое жаркое время. Для того, чтобы вы смогли оценить, как это все выглядит не в студийных условиях, а в жизни, я вам обязательно покажу вставки видео при естественном дневном освещении. Как по мне, то этот способ максимально естественно выглядит на коже. Единственная косметика, которая реально не видна на лице, и она полностью сливается с кожей, это минеральная косметика. Также я хочу показать вам, как выглядело мое лицо в конце дня, чтобы вы сравнили до и после. Результаты реально впечатляющие, и более того, я уже со многими делилась этим трюком, и пока что абсолютно всем он нравился и подходил. Техника эта реально работает, поэтому я очень настоятельно вам рекомендую ее попробовать. Я, кстати, ее не придумала. Изначально меня с ней познакомили как раз-таки в компании Анели, когда объясняли, как лучше всего использовать их пудру, и там, собственно, было три варианта использования этой пудры, в том числе и вот этот, который для них делал визажист, скорее даже не визажист, а гример из Голливуда. Они проводили мастер-класс, и, в общем-то, этот гример, он как раз-таки и показывал этот способ. А я, естественно, делюсь этой информацией с вами, потому что способ реально очень крутой, и я эту технику ранее нигде не встречала, поэтому для вас это тоже может быть что-то новенькое. Обязательно протестируйте эту технику на себе, и потом напишите мне в комментариях, как вам вообще понравилось, что заметили, действительно ли более стойкий макияж таким образом получается. В общем-то, мне будет очень интересно услышать ваш фидбэк. И перед тем, как вы закроете это видео, можете посмотреть другие мои два видео, если у вас еще есть пару минут времени, вот вам как вариант. А я уже буду с вами прощаться, и мы с вами увидимся в следующем моем видео. Субтитры сделал DimaTorzok